всем привет друзья с вами гамбиты мы возвращаемся в европейскую премьер-лигу это у нас ребят второй тур так что у нас тут по матчам давайте быстренько на поле манчестер челси сыграть севилья и ливерпуль сыграет с мадридским реалом а числе сити барселона или поля реала сити барса очень интересные вывески леона атлетика мадрид марсель принимает у себя дома ювентус псж милан тоже в принципе неплохая такая вывеска лейпциг интер и бавария сыграет с дортмундской баруси на мой взгляд это вот дортмундская бруссия бавария сити барселона и ливерпуль мадридский реал самые интересные вывески ну что давайте приступать к первому матчу первый матч у нас напали манчестер юнайтед поехали ну что друзья мы перемещаемся к первому матчу где напали у себя дома принимает манчестер юнайтед манчестер юнайтед в первом туре великолепно сыграл с дортмундской баруси а вот сейчас хороший момент у напали защитник или сыграть отлично на втором этаже и угловой инстиняк мячу подошел и что а дальнюю на ближнюю хорошая передача и это было скидочка это была скидка сразу же у нас тут атака по правому флангу 22 минута матча лозана ускоряется мексиканец хороший такой черпачок я симхен забил и нет мяч прошел просто сантиметра какой ужасный выход из обороны решет хорошо накрывает ошибка ошибка защитников на поле и фред оказывает в результате хорошей атаки главное мне кажется все таки здесь был это прессинг что самое главное итальянский клуб не смог справиться с этим прессингом маркус рэшвард фернандеш хорошая передача телес подключается телес ставит корпус и партнер по команде такого не удар с левой хорошая спина в этом эпизоде великолепен заброс на гринвуд а мой сын гринвуд хорошо контролирует мяч в рвозе штрафный удар и уже спина второй раз выручает буквально за 10 минут второй раз выручает замена фредом будет место него выходит от мактаминой руна фернандеш руна фернандеш хорошая передача на шотландца мактамина и пушка страшная вот так вот удачно вышел шотландец и удваивает преимущество красных дьяволов 02 хороший момент и мактамина и великолепно разобрался в этом эпизоде а симхен передача на фабиана и дальний выстрел давид душе великолепное исполнение а вани от мактаминой хороший заброс на маркуса рэшварда великолепно подрабатывать себе мяч футболист бурнанглии маркус рэшвард один на один с голкипером удары и все друзья это 03 а такой-то игре конечно наполеон и сравняет в принципе когда счет был 02 это было понятно манчестер юнайтед пока первых двух турах просто великолепен и маркус рэшвард в частности ну что друзья матч таки завершается 03 уверенная победа красных дьяволов мы перемещаемся на матч между лондонским челси испанская севеля челси у себя дома на стэнфорд-бридж принимала испанский клуб севеля на самом деле не блещет какими-то звездными футболистами своем составе но играет очень великолепно старт и состав челси на ваших экранах кулишич вернер съешь маут ковачич канте в опорной зоне чего лз ума сила джеймс и мэндис защищает ворота этот матч состав севели давайте посмотрим какая у них там расстановка расстановка 4 3 3 да и он который великолепно играет на тронтаже мунира кампас джордан ракитич фернандо остав такой хороший среди состав учился конечно если брать по именам гораздо интереснее хаким зьеш вот он каким зьеш потрясающая передача тима вернер должен забивать и ну как же так 13 минута матча могла быть просто фатальная для футболистов севели ну тиму вернер и хочу отметить зьеша было канта великолепно отобрал мяч разворачивается канта ковачич джеймс набегает ковачич отдает передачу на тиму вернера потрясающий удар слета футболиста сборной германии галкипер на месте 48 минута матча мунир прорывается штрафную мунир жестко с ним играет ковачич и что судья судья назначает пенальти вот он по сути первый момент у испанской команды и сразу же пенальти ворота челси туда жестко было сыграно пенди против а кампаса тоже выиграет эту дуэль меди по-моему меди достал или там все-таки была штанга фернандо джордан хорошая передача кампас все-таки а кампас на 59 минуте забивает между а кампасом и меди один-один а главное что сивиля выигрывается счетом 1 0 вот хорошая передача на хаким азиеш азиеш снова по правом флагу совсем один что будет делать у него хороший дальний удар он убьет и мяч просто в сантиметрах с этой камеры кажется что в сантиметрах от дальней девятки галешник был бы потрясающий ну что ребят судя по всему матч таки завершится со счетом 1 0 не знаю заслуживала ли сивиля победы но вот так вот у нас на очереди ливерпуль и мадридский реал английский клуб на энфилде принимал испанского гранда сейчас мы ознакомимся с составами и будем собственно приступать к обзору казимир на ваших экранах он еще не знает что ему предстоит зиндин зидан давайте ознакомимся со стомались он бейкер арнольд ван дей гомес робертсон хендерсон тяго алькантера вейналдум фирамина салах и манне вот такой стартовый состав расстановка 433 у ливерпуля по составу мадридского реала тиму круто а игра в воротах лукас васки сегодня играет с края в защите варан рамос мэнди казимира модрич и тони кросс вот такой треугольник в центре поля пензима по флагам эдэн азар и бразилиц родриго все готово к матчу и вирпу реал ну не знаю кто фаворит в этой встрече наверное ливерпуль так как играет у себя дома поехали на 8 минута карим бензима с мячом карим бензима тащит мяч пока его никто не встречает бензима что будет делать отыкается на ван дейка но тут же подхватывать мяч самый расторопый бензима должен забивать и у какой момент это алисон бэкер выручает а казимира стал автором первого забитого мяча в этом матче самый расторопный бразилец 1-0 много обидный гол конечно пропустили футболисте ливерпуля вот сейчас маны пушка страшная идти боку рта великолепное спасение ли он флаги меди подключаться защитник будет навес на дальнюю штангу технично смещается ждет партнеров по команде осторожничает аккуратненько вот футболисты ливерпуля понимает то что ни в коем случае нельзя играть жестко потому что сразу же будет нарушение правил что-то невнятное сейчас сделал мухаммед салах что ты делаешь мухаммед салах и опять что-то подобное было до казимира забивал первый гол с добивания отскоки пока в пользу мадридского реала и 0 2 к 34 минуте матча финал дум и верпулю нужно конечно минимум один гол сейчас забивать стараться а рушат скок садем она я штрафной ох подкаты это пенальти это безоговорочная . лукас васкис и поспевает за мане еще и получает добавок желтую карточку мячу подходит мухаммед салах ну что мухаммед салах о салах и эти бог курта салах удары курта спокойно берет это пенальти но ливерпулю не везет так не везет 57 минута матча подачи от углов флажка и удар какой карим бензима мог делать счет уже неприлично крупным у нас пошли замены модрич уходит с поля выходит в обидне у ливерпуля еще одна подача от углового это снова карим бензима и снова повезло матч таки завершается 0 по мы перемещаемся на следующий матч на эти хаты где манчестер сити принимает своих гостей этот раз это была каталонская барселона восьмая минута матч агуэра тащит мяч аргентинец смещается под правую пушка страшное в исполнении кунагуэра торштеги на месте лео месси лео месси дембеле техничный хороший момент ух ты какой удар получился француза лео месси подачи со штрафного и антон гризман открывает счет на 50 минуте матча хотя там эдерсон по моему достал кончиками пальцев антон гризман 0-1 барца выходит вперед ну и куда же без этих танцев хорошее исполнение конечно французам пускец франки да и он технично держит мяч франки да и он тут подключается месси посмотрите что творит на одном месте месси развернулся и сразу бахнул 0-2 вот это да барселона конечно в легкий хотя нет какой в легкий нокдаун уже такой хороший нокдаун не знаю оправиться ли манчестер сити после такого лео месси оформляет второй гол ворота горожан гол и голевая передача звездного аргентинца без ман а то гризма техничных у что творит гризман еще и один удар в исполнении м биле тройная замена тройная замена выходит ферон торрес выходит джезус подача от углового и снова гризман да что ж ты творишь то гризман великолепно конечно настроен этот мяч и джезус атака матчи срезите может быть опасно гендаган хорошей передачи это торрес удары и один мяч горожане отквитали 75 минута матча 12 торрес вышел со скамейки запасных и сразу же делать счет уже имальным но в пользу барселоны хватит ли сил хватит ли времени горожанам чтобы сравнять счет или возможно даже пропустить арест хорошая передача торрес должен забивать это штанга также судья фиксирует офсайт ну что друзья 12 минимальная победа барселоны я считаю что каталонский клуб все-таки победу заслужил мы перемещаемся во францию где ли он у себя дома принимал испанский атлетика мадрид стартовые составы на ваших экранах сейчас мы ознакомимся составом леона расновка 4 3 3 главная ударная сила в атаке это конечно же с депай а также хочу выделить хороший центр поля были как пакета и ауар команду же приветствую друг друга и давайте собственно ознакомимся составом матрасников я ноблак защищает ворота 3 пир савички мэнэс гермо салью рэнта коке сауль караска суарес и феликс вот такой стартовый состав выставил дьего симеона и расстановка 4 4 2 ли он интересная команда с хорошим таким характером посмотрим как все будет обстоят дела в матче феликс мячом хорошая передача на суареса и вот девятая минута матча увенчалась успехом для атлетика мадрида и суареса в частности быстренько растаскали обороту ну хочу выделить конечно передачу феликса разглядел уругвайца которого оставили совсем одного и это конечно смерти подобно в дальний угол низом без шансов лопес был бессилен в этом эпизоде 1-0 быстрое начало отличное начало для матрасников 24 минута матча суарес сауль быстрый розыгрыш сауль попытался пробить попал в игрока но все-таки на подборе атлетика мадрид посмотрите что творит коки на носовом платочке там неплохо разбирался со своими опекунами льер энта атлетика мадрид конечно играет гораздо лучше еще один дар в дальний угол а вот здесь караска на добивание весь первый тайм атлетика мадрид давил душил своего соперника и закономерно уже ведет по мяча вся вторая минута матча ли он хорошая передача от геморрайша на мэфиса депай мэфис 2 о какой прекрасный ложный замах и великолепное исполнение от голландца мэфис депай вся третья минута матча капитан леона и лет счет уже 12 можно сейчас поймать кураж полисом леона и полететь вперед почему бы нет но в этом эпизоде депай разобрался великолепно на замахе убрал защитника и бахнул и мощным ударом опять же уже шестьдесят седьмая минута матчах технично мэфис депай все делать красиво удар мэфиса и я но блок сокращать дистанцию не дает оформить дубль а гол был бы красивый а уар снова ли он в атаке посмотрите что они творят тукар блокируется на подборе геморрайш без депай хорошая передача нужно забивать ну как же так что творит то ли он как же он перестроился после второго пропущенного мяча нужно было уже сравнивать счет нас идет дополнительное время по левому флагу караска устремляется врывается в штрафную что будет делать хороший черпачок выход из обороны у леона ой 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 это ошибка это ошибка двойня и беде когда в конце матча такое происходит ли он должен был на мой взгляд по игре сравнивать счет а в итоге пропускает 3 мяч и это очень обидно караска тоже молодец поборолся до конца оформляет дубль и уже никакие замены и помогут 1-3 победа матрасников мы снова перемещаемся во францию и футбольный клуб марсель на велодроме принимал туринский ювентус команду же выходит из по трибуну помещения скоро все начнется а для начала нужно ознакомиться с составами собственно команд став марселя на ваших экранах поед тавен бенедетто ранжиер линия нападения в принципе у марселя очень даже неплохая состав ювентуса но тут как бы и так все понятно дебала и кеза сдались на скамике запасных роналду и марата м2 форварда также по флангам бернардески колоссовский центре поля рабио и артур я думаю фаворит понятен это ювентус в этом матче 24 минута криштиан роналда технично положил на газон защитника нужно выйти из обороны пока не получается хороший хорошо так накрывает футболисты ювентуса и заслуженно выходит вперед на 26 минуте матча бернардески без шансов просто для галкипера манданда защищает ворота марселя открывает счет в этом матче не лучший выход из обороны защиты марселя в результате пропущенный мяч федерико бернардески забивать первый гол в этом сезоне у нас может быть опасно момент бенедетто ранжиер хорошая передача на тавена и вот уже марселя огрызнулся тавен удар ближний угол сорок седьмая минута матча поед неплохо открывается совсем один француз поед что будет делать он ложный замах удар в дальний угол с честной вытягивается струнку выручает свою команду марселя грызается бернардески ставит корпус тащить мяч передачи на ближний штанг бух момент какой потрясающий манданда великолепен манданда марата отозвался передачи бернардески снова марсель 74 минута матча нужно что-то придумать здесь хорошая передача на тавена тавен должен забивать то почему ты сближаешься тавенс честный прочитал этот эпизод и сыграл так сказать на опережение лусевский хорошая передача на артура ой ну это конечно расстрел оставили совсем одного бразильца и артур удваит преимущество ювентуса да подбор исполнители конечно чуть лучше кенту сам ну что матч так и завершается убедительная победа ювентуса со счетом 0 по с чем я их и поздравляю перемещаемся на следующем матче где псж во втором туре из себя дома принимал больных милан сразу давайте ознакомимся составами у псж расстановка 424 на вас флоренци маркинис кимпембе курзова перейра верати димария карти наймар и килиам баппе хорошая линия нападения но не самая лучшая защита и центр поля на мой взгляд давайте посмотрим что тут по составу у милана субина что ибрагимы чаха наглу ребич кастель ехо много давайте поподробнее также сандертон али вышел в основе на этот матч орнандес романьоли и дано рума защищает ворота вот такой вот состав выставил главный тренер милана расстановка 4231 феррера 37 минута матча до этого вообще никаких моментов не было команды присматривались друг другу вот сейчас картина дают хорошую передачу то димария можно сделать прострел димария 1-0 килиам баппе замыкает потрясающую передачу аргентинца 38 минута матча псж выходит вперед великолепен димария ну и не менее великолепен или амбаппе вас был потрясающим 70 минута матча перерам и мар хорошая передача вот здесь уже мой закин вышел вместо и карди из разворота пробивал итальянец и дано рума на месте андратон али уходит поле вместо него бнср же милан на 80 минуте я за что-то придумать чехол на углу великолепно развернулся потрясающий передача кисы удар в ближний угол со второго этажа по-прежнему 1-0 87 минута и брагимович 0 не достает португальский нападающий у как опасно было ну и собственно все 1-0 минимальная победа пассажир мы перемещаемся в германию red bull арена лейпциг у себя дома принимает миланский интерстартов состав лейпцига на ваших экранах анкелине ольма форсберг пульсен расстановка 3421 также за бицер капитана команды лаймер помеконом лица все те же ребята состав интер на ваших экранах мартинос лукако 20 нападающих перешеч видали баррала какими и бразович бастоне еврей и и шкриньер неплохие хорошие бы сказал три центра защитника особенно шкриньер и еврей все готов к матчу и поехали 100 минута матчах лепсик в атаке ольма хорошая передача пульсен разворачивается удары ханданович великолепен интер с мячом мартинес ячур аргентинца мартинес передачи на перешечах хорват устремляется по левому флангу перешечь подачи штрафную лукаку техничный останавливать что творит лукаку то лучший гол этого тура на мой взгляд это лучший гол этого тура бельгийц что-то невероятно затворил так если смотреть до большой крупный габаритные нападающие но как технично сыграл великолепное исполнение 1-0 интер выходит вперед ромео лукаку посмотрим как будет себя сейчас проявлять лейпциг роли догоняющего кан а право флаги разворачивается быстроногий чан устремляется чан врывается штрафную есть есть кандидаты на передачку чан техничном замахе лаймер нет это форсберг это форсберг а не лаймер и 1-1 быстренько лейпциг сравнивает счет но все сделал для этого кореец чан эмиль форсберг первый гол в этом сезоне у нас уже 75 минута матча до этого интер просто оборонялся а вот лейпциг пытался пытался что-то придумать в атаке хорошая передача ульма пробить тихон донович спасение великолепно испанец не смог пробить альма снова ольма техничен а молодой испанец и я так понимаю матчи завершится со счетом 11 у лукаку конечно забил потрясающий гол мы перемещаемся друзья на заключительный матч 2 тура бавария у себя дома принимает портмундскую барусио очень интересная вывеска команда уже выходит из-под трибунового помещения состав баварии на ваших кранах но и рповар буатенко лаба эрнандес кимих в опорной зоне горецко мюллер гнабри команды и роберт ливандовский центральной нападающим то у нас с дортмундской баруси я вижу холланда я вижу гурейру санчо витцеля давайте совсем по порядку пирки защищает ворота оканжи хумилиц гурейра брандт витцель санчо азар пройс и холланд острии атаки джан и даут остались на скамейке запасных расстановка 4 2 3 1 ну ка фаворит конечно фаворит в этом матче это бавария во-первых играет у себя дома во вторых это бавария она почти во всех матчах варит на ваших экранах гнабри и сразу же атака баварии пятая минута матча мюллер удары и бирки на месте мюллер хорошая потрясающая передача команду устремляется француз великолепно у него скорость команд смотрит там где роберт ливандовский делал потрясающую передачу роберт ливандовский 1-0 14 минута матча фаворит начинает этот матч по-хозяйски и первый гол ливандовского в этом сезоне у команд конечно тоже молодец убежал разглядел там совсем одного центрального нападающего но на втором этаже этот парень играет великолепно мюллер отлично поборолся все-таки вицель потерял мяч мюллер роберт ливандовский опять передача командные слова посмотрите вот он совсем один и ливандовский второй мячи до 20 минуте уже дважды бавария огорчила тортманскую борусь и я думаю ребята это уже нокдаун насчет нокаута говорит рано но нокдаун очень тяжеленный и снова команду посмотрите опять упустили ливандовского тут ближние великолепно переиграл бирки м бранд передача на ройса арка ройс хорошая передача на азара торга назар смотрит там кому дать передачу убрать совсем один урера ранд ух как разыграли как разыграли здесь конечно нужно только поправ поаплодировать и марку ройс капитан турбинский боруси и делает счет уже 2-1 у передача здесь великолепная было от брандта рискнул хотя алаба мог эту передачу прервать марку ройс по 1 горец к и улера у нас уже 64 минута матча горецко на широком шаге горецко врывается удар такой интересный рискнул горецко на брит с мячом пошла еще поддача на дальнюю штангу отбивается пока борусь я у нас тем временем двойная замена баварии альфонсо дэвис выходит и саны десять седьмая минута матча азар это у нас уже идет 80 точнее в 78 минуту азар отлично развернулся это бранд и цель как же хорошо каменил футболисты и тормозка боруси холод разворачивается бьет еще один удар опять отскок пользу наших соперников я скажу так и раз то было в этом туре и эрлинг холланд сравнивает слушать их сравнивает немного бавария расслабилась и получила второй мяч свои ворота по 2 молодцы полисты боруси проявили характер альфонсо дэвис канаде сврывается штрафную причем со мной техничного замахи альфонсо дэвис это хороший потрясающий момент но защитник прерывал ну что друзья матч таки завершается со счетом 22 очень интересный был поединок я думаю что бавария сама виновата ну что друзья подводим итоги второго тура манчестер пока манчестер юнайтед который пока единоличный лидер ну как единоличные по 6 очков у ювентуса барселоны севилья атлетика мадрида уже и 4 у 4 команд по 6 очков севилья барса и ювентус и манчестер юнайтед но манчестер юнайтед забил больше всех и не пропустил пока ни одного мяча до красный дьявол и пока выступает очень даже прилично всего два тура позади поэтому какие-то выводы делать я вообще не вижу смысла же что-то более-менее будет понятно наверное после 10 давайте взглянем на список бомбардиров ливандовский казимира караско забили по два мяча также рэшфорд марсиаль лучшие ассистенты тут миссии гендаган фернандеш командно также рэшфорд рэшфорд вообще молодец у него два забитых мяча две голевые передачи ну что ребят давайте на этом завершать выпуска не забывайте подписываться комментируйте поддержите видос лайком свои благомбит всем удачи ребят пока пока